Приветствую вас, дорогая Церковь, дорогие братья и сестры. Мы приближаемся к очень важному событию в жизни человечества. Если посмотрим вокруг, мы видим, как окружающий мир, и особенно заметно в нашей стране, в которой мы здесь живем, потому что этот праздник, к которому готовятся люди, никакой другой праздник так не встречает народ. Никакому другому празднику люди так не готовятся, как к Рождеству. Дома украшены, люди бегают по магазинам, тратя много времени и много средств для того, чтобы приобрести подарки друг другу. Знаете, по статистике говорят, что в среднем люди в этой стране тратят такую сумму на подарки и берут эти деньги в кредит, что они потом больше, чем полгода рассчитываются за это. Представь тебе, если мы купили сегодня подарок для кого-то, и мы потом только, может быть, в августе, в сентябре, мы рассчитаемся за это. Это статистика говорит в среднем. Может, кто-то больше и дольше рассчитывается за это, кто-то раньше. Ну, в среднем вот так вот. Люди тратят на это очень много средств, очень много времени. Люди украшают дома, собираются вместе, устраивают, может быть, ужины, собираются вместе. И чаще всего люди придают значение Санта-Клаусу, у которого за спиной большой мешок с подарками, сидит он в санях, перед ним олени. Но самое главное, смысл этого праздника, он остается на втором плане. А может быть, чаще всего даже и забывается. Люди не придают значения, об этом не говорят. О важности, о том, почему мы празднуем этот праздник, об этом люди не говорят. Люди заняты другим. Готовясь к проповеди, я рассуждал на эту тему. И у меня одна мысль. А что, если бы Христос не родился, не пришел бы на эту землю, не явился бы Гавриил, и не сказал бы Марии, что она ожидает, что она родит сына, не явились бы сон ангелов, пастухам, и не известили бы им эту радостную весть, не загорелась бы звезда на небе, которую увидели мудрецы за много-много времени до рождения Христа, и не пришли бы в Вифлеем, в эти ясли. Не родился бы Христос. Какой бы был сейчас мир? Дорогой друг, где был бы ты сейчас? Какая была бы твоя судьба? Какая была бы твоя жизнь? Если бы Христос не пришел на эту землю? Я хотел бы обратить внимание на пять таких моментов, поговорить, что если бы Христос не пришел, если бы не было Рождества. Первое. Вот эта книга, книга Библии, которую каждый из нас имеет, говорит, кто-то принес с собой ее, у кого-то она дома. Эта книга не имела бы значения того, которое она имеет сейчас. Это была бы обыкновенная книга, которая лежала бы на полках среди других книг и была бы забыта. Не было бы ценности и не была бы эта книга так дорого, как она сейчас. Скажите, какая другая еще книга переводится на столько языков, как Библия? Какая другая книга печатается в таком количестве, как Библия сегодня? И эта книга, она бы такая не была бы, не имела бы такой ценности, если бы не пришел Христос. Потому что, читая ее, мы видим, читая Ветхий Завет, мы видим, сколько пророчеств говорит о Христе, о его приходе, о том, что Мария зачнет и родит Сына, о том, что он родится в яслях, о том, что придут мудрецы, о его жизни, о его служении, о его страданиях, о его распятии, о его смерти, вознесении его в втором приходе. Пророки много об этом говорят. где-то более трехсот пророчеств говорят о Христе. Это все в Ветхом Завете. Если бы Христос не пришел, эти бы пророчества не сбылись. И эта книга не имела бы такой ценности. Если бы не пришел Христос, то мы бы не знали Бога. Помни, когда Христос подошел к Нему Филипп и сказал, это мы читаем в Евангелии, в Евангелии Иоанна прочитаем 14 глава с 8 стиха. Братья, нам есть и высветят. Евангелие Иоанна, 14 глава с 8 стиха. Филипп сказал ему, подошел подойдя Христу, Господи, покажи нам Отца и довольны для нас. Иисус сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видящий меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Христос, придя на эту землю, Он нам показал Отца. Мы можем знать о Боге, мы можем знать, кто такой Бог, но мы не познаем и не узнали бы Христа, Бога, если бы не Христос. Христос, придя на землю, это Бог, явившийся людям воплоти. Послание Колоссянам апостол Павел говорит в 1 главе 15 стихом о Христе, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Когда Христос пришел на эту землю, люди увидели Его, но люди не могли понять и не могли знать, что это Бог, но это Бог явился воплоти. Когда Христос был среди людей на этой земле, это Сам Бог, Он был среди людей. Кто хотел бы быть в то время здесь на земле, когда был Христос? Я хотел бы. Я хотел бы видеть Христа, слышать Его речь, видеть, как Он исцеляет людей, как Он воскрешает людей, как Он кормил народ, видеть самого Бога. И Христос говорит Филиппу, видящий Меня и знающий Меня, Он видит Бога, Он видит Отца, Он и знает Отца. Дорогая Церковь, дорогие друзья, знаем мы Бога? Знаем. А мы знаем Его, потому что Христос пришел на эту землю, и мы познали Отца через Сына. Без рождения Христа, если Христос не пришел на эту землю и не родился, наши с вами грехи не были бы прощены. Мы бы не могли иметь возможность, чтобы наши грехи не были прощены Богом. Христос, когда пришел на эту землю, Его была цель для того, чтобы прожить эту жизнь и отдать свою жизнь для того, чтобы каждый из нас мог иметь прощение о своих грехах. Матфея мы читаем в 1 главе 21 стихом. Роди же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Только через пролитую кровь Иисуса Христа, через Его приход на эту землю мы можем иметь жизнь вечную. Бог, Он не может принять к себе человека, грешного человека, но через Иисуса Христа, через Его подвиг, через Его смерть мы имеем прощение наших грехов, наши грехи омытые. И Бог может протянуть к нам свои руки и принять, потому что наш грех омыт кровью Господа нашего Иисуса Христа. Без рождения Христа наши молитвы не услышаны были бы Богом. Сейчас, когда Христос, уйдя с этой земли, Он находится рядом рядом со Своим Отцом, Он является нашим ходатаем, Он, находясь рядом с Отцом по правую сторону, Он ходатай сует о нас с вами, дорогие друзья. И наши молитвы, то, что мы возносим к Отцу, Он их слышит через жертву Господа нашего. Подобно тому, как осужденный, находясь в зале суда и через него, через своего адвоката имеется слово к судье, и судья выслушивает адвоката. Так же и через Христа наши молитвы Бог принимает. Христос говорит, ради этого человека, ради Ивана, ради Лены, ради Олега я пострадал, я пришел на эту землю, жизнь свою отдал. И Бог принимает наши молитвы через жертву Господа нашего, через Его пролитую кровь. Без Рождества Христова мы бы не имели надежду на жизнь вечную. Мы бы не имели жизни вечной. Кто бы нам ее дал, дорогие друзья? Только Христос. Только Христос нам дарует надежду. Но эта надежда не та, как мы надеемся на что-то. Вот мы надеемся, что завтра будет хорошая погода, к примеру. Или мы надеемся, что утром мы встанем, умоемся, оденемся, поедем на работу и все будет благополучно. Это не так. Это та надежда, это уверенность в будущем. Через жертву Господа нашего, через Его приход на эту землю, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, мы имеем уверенность в спасении. И мы имеем жизнь вечную. Колоссянам 1 глава 27 стих. Христос в вас упование славы. Кремлинам он говорит, что надежда же не постыжает. Дорогой друг, является ли для тебя Слово Божье живым словом? Христос пришел на эту землю, Его Слово, оно ценно. Является ли это Слово Господа ценно для тебя? Дорогой друг, через жертву Господа нашего Иисуса Христа омыты ли твои грехи? Дорогой друг, слышит ли Бог твои молитвы, когда ты обращаешься? Но знаешь, что только через жертву Господа Иисуса Христа Бог услышит твои молитвы. Дорогой друг, имеешь ли ты надежду и упование? И знаешь ли ты, что у тебя есть жизнь вечная? Помни, когда Мария Иосиф с младенцем они пришли, постучали в дверь гостиницы, и хозяин гостиницы говорит, нету места для вас. Дорогой друг, хотелось бы, чтобы она не была историей твоей жизни. Когда Христос сучит твое сердце, найди место для Христа. Найди место, чтобы Христос мог зайти в твое сердце, и чтобы этот рожденный Христос, он не был просто какой-то декорацией возле нашего дома, может быть, открыткой, или как плакат мы видим висит, но чтобы рожденный Христос, он родился в твоем сердце. Дорогая церковь, у нас есть прекрасная возможность сблагодарить Господа за то, что Он пришел на эту землю, за то, что Слово Его это книга, это живая книга, за то, что мы можем обращаться к Господу нашему, Богу нашему через Иисуса Христа, за то, что грехи наши прощены, за то, что мы имеем уверенность в спасении и мы имеем жизнь вечную. Возблагодарим Господа нашего за то, что Он пришел на эту землю. И эти все пророчества, которые написаны в этой книге, они исполнились. Слава Ему за это. Возблагодарим Его имя и прославим молитву наших. Аминь. Аминь.